Никакого платья не будет, и что бала тоже не будет, что средств на это нет. Эти ужасные слова как гром поразили Милочка. В ее маленькой головке никак не могла уместиться мысль, что со смертью отца и сяк источник роскоши, что полтора года прошедшие с его кончины совершенно разрушили их материальное благополучие. Яна читает за девушку, которой не в чем пойти на бал, потому что глава семьи умер, средств нет, а дело происходит в 19 веке, когда для дворянки важен первый выход в свет. Есть еще вдова Мачеховани, сводного брата. По сюжету женщина относилась к нему хуже, чем к родной дочери, но оказалось, что он специально пошел работать, чтобы сделать им подарки на Рождество. Все-таки это о Рождестве и о том, что Рождество делает нас добрее. Вот это первое, что нам понравилось. Во-вторых, есть в нем три очень ярких образа, в которых мы можем поиграть. Ну, для нас, актеров, да, это очень ценно. Рассказ Ваня, Валентины Евстафьевой выбрали потому, что его еще никто не исполнял на конкурсе. С каждым годом подбирать репертуар все труднее. Даже тема Рождества не бездонна. Номер длится 10 минут. Без суфлера читается почти четырехстраничный текст. Просто я читаю и представляю картинки в своей голове, как это все происходило и так запоминается. Что хорошо в чтецком материале, что ты работаешь с конкретным ребенком, ты основываешься на его возможности, на его данные. Плюс к этому еще и тут все зависит от одного человека. Вот не от партнера, а только от тебя. Ты додал, ты выиграл. Яна приехала с родителями из Омска. Там она участвовала в постановках, но не на постоянной основе. Когда я примеряю на себя разные роли, как-то интересно становится. В театральную студию девочка пришла в сентябре прошлого года. Тем не менее, решение отправить ее на краевой фестиваль было выверенным. Было как-то немного страшно, волнительно, но интересно. Уже в Анапе Яна решила, что будет совершенствовать себя на актерском поприще. По словам Гаена Визерян, она открыто говорит с воспитанницей о ее сильных и слабых сторонах. Всего в Анапе действует 13 учреждений дополнительного образования. Ребята занимаются рисованием, танцами, музыкой. Многие уже известны не только в городе, но и на уровне края и страны.